Мама, а почему ребята меня головастиком дразнят? Не обращай на них внимания. Сходи лучше за картошкой. Да, ведро не бери, в твою панамку три ведра влезет. На небольшом холме, за которым разместилась деревня, стоит парнишка с явным удовольствием, наблюдая за оранжевым светом, освещающим долину. Прохожий останавливается и говорит, как приятно видеть маленького мальчика, который любуется природой. Ты часто приходишь сюда, чтобы посмотреть на заход солнца? Это вовсе не заход солнца, это горит наша школа. Дети по одному входят в класс и здороваются с учительницей. Только Вовочка всех растолкал и сразу плюхнулся на свое место. Учительница строго. Вовочка, выйди из класса и зайди нормально, как твой папа домой приходит. Вовочка покинул класс и прикрыл за собой дверь. Вдруг дверь с треском распахивается от удара Вовочка на ноги. Ну что, суки, не ждали? Вовочка приходит из школы и радостно сообщает. Хотите, я вам слово из трех букв напишу? Мать дает ему пощечину, бабушка под затыльник. Вовочка в слезах. Приходит отец и спрашивает, в чем дело. Вовочка объясняет, что хотел написать слово «мир». Отец дает матери пощечину. А ты что имела в виду? Вовочка, и бабушке дай, пускай об этом не думает. — Мама! — испуганно говорит Вовочка матери, глядя в окно. — Вон идет папа. Что мы ему сначала покажем? Твое новое платье или мой дневник? Джонни явился из школы в изодранном костюме. Что с тобой случилось? — строго спросил. — Папа, я подрался с Чарли. Возмутительно. Теперь придется покупать тебе новый костюм. — Это что, — гордо сказал Джонни. — Посмотрел бы ты на Чарли. Его папе надо покупать нового ребенка. Учительница спрашивает. — Дети, расскажите, как вы помогали фронту? Настя, я высылала на фронт кесеты с табаком. — Маша, а я была медсестрой, учительница. — Молодцы. — Вовочка, а я подносил солдатам снаряды. — Учительница, Вовочка, ты же настоящий герой. Тебя поблагодарили? — О, да, мне сказали «Зэр гуд, Вольдемар». Таксист взял пассажиров, женщину с ребенком. Вот едут, и ребенок разговаривает сам с собой. Вот если бы мой папа был слон, мама слонихой, я бы был слоненком. Вот если бы мой папа был волк, мама волчихой, я бы был волчонком. И так далее, и тому подобное. Водитель уже изнемогает и спрашивает. — Слушай, а если бы твой папа был осел, а мама козлихой, кем бы ты был? Таксистом. — Мальчик, твоя мама дома? — Нет. А папа? — Нет. Тоже спрятался. Вовочка пришел домой с одноклассником и сказал. — Посмотри, мама, это Миша, он необыкновенный мальчик. — Чем же он такой необыкновенный? Он учится еще хуже, чем я. Вовочку выгнали с урока. Мимо проходит директор. — Что, Вовочка, опять выгнали? — Да, вздыхает Вовочка. — А где твой папа работает? — В ЦК. — Ты, Вовочка, иди домой, я с Марьей Ивановной поговорю. Вовочка приходит домой. Веселый отец с вопросом. — Ты что такой веселый? — Опять твоя центральная котельная выручила. — Это продолжение, анекдот. Новый анекдот. Один мужик вышел из тюрьмы и устроился работать воспитателем в детский сад. Приятель его по камере пришел посмотреть, как он работает. Видит, посадит двора. Тот сидит на стуле, а дети ходят по кругу, заложив руки за спину. — Иванов! — Опять описался? — Обижаешь, начальник. — Зачем мокрое дело шьешь? Вовочка после уроков приходит домой и застает мать в слезах. — Не плачь, мамочка, я сегодня по истории пятерку получил. Мать продолжает плакать. — Мамочка, и по географии мне пятерку поставили. Мать продолжает плакать. Вовочка утешает ее. — Мама, почему ты так плачешь? — У нас в семье большое горе. — Саша вчера стрелял в царя. Новый раздел книги называется так. Выпил рюмку, выпил две. Пьяницы делятся на три категории. Первая. Малопьющие, которые пьют, и им все мало. Вторая. Застенчивые, которые пьют, а домой идут держась за стенку. И третья категория. Выносливые, которые пьют, а потом их выносят. На улице пьяный спрашивает прохожих. Граждане, где здесь противоположная сторона? Ему показывают. Совсем обалдели. А там говорят, что здесь. В ресторане. Официант, три бутылки водки. Слушай, что будем кушать? Ее и будем кушать. Пьяный проснулся, лежит на земле. Спрашивает прохожего. А где я лежу? У красных ворот. Закрой их, а то мне взад дует. Муж говорит жене, я сейчас лягу спать, а когда захочу выпить, ты меня разбуди. А как я узнаю, когда ты захочешь? Ты меня только разбуди. Мальчик приходит из школы. Пап, я четверку принес. Поставь в холодильник. Приходит муж домой. После выпивки, а жена ему, выбирай, или я, или водка. Муж почесал затылок. И много водки. Встречаются два алкоголика. Один говорит, пойдем ко мне выпьем. Пойдем. Хозяин открывает квартиру, стараясь не шуметь. Проходит тихонько на кухню. Осторожно открывает холодильник, бар. Достает бутылку коньяка. Вдруг нечаянно звякнул стакан. Хозяин, тише ты! А чем мы так боимся? В спальне жена с любовником. Это его коньяк. У алкоголика взяли кровь на анализ. Через день он получает результат, где написано, гражданин Сидоров, в вашем вермуте крови не обнаружено. Муж пьяный возвращается домой. Жена ругается. Почему опять пришел? Почему опять выпил так много? Да немного. Взяли только бутылку на троих. Почему же ты такой пьяный? Двое не пришли. Муж поздно пришел домой. И заметно навеселе. Жена, где ты был? Да у Петьки просидел. В картишки перекинулись. Жена звонит по телефону. Петя, мой у тебя был? Да. До сих пор сидит. Пьяный мужик пришел ночью домой и кричит с порога в темноту. Жена! Начни ругаться, а то я кровать не найду. Инспектор останавливает выпившего водителя, который едет по левой стороне шоссе против движения. Ты куда собрался, приятель? Не знаю, но думаю, что опоздал. Все уже едут обратно. Муж возвращается с охоты. Входит в дом и говорит. Ну, жена, теперь ты месяц... Теперь мы месяц не будем мясо покупать. Неужели кабана убил? Не, получку пропил. Мальчик жалуется отцу, пап. Ко мне в школе Мария Ивановна придирается. Двойки ставит. Грозится на второй год оставить. Отец. Да ладно. Не обращай внимания, сынок. Давай, разливай. Муж приходит вечером домой. У него выбит глаза и рука в гипсе. Жена в ужасе. Вася, что с тобой? Да я, сидя в пивной с одним мужиком, на глаз поспорил, что он мне руку не сломает. Пьяный у пивной говорят о своих женах. Первый. У меня жена такая стройная, подтянутая, темпераментная, породистая, как борзая. Второй. А у меня жена маленькая, кудрявенькая, ласковая, как баллонка. Третий. А у меня жена тоже сука, только не знаю какой породы. Сын-школьник спрашивает. Мам, что такое трансформатор? Ну, как тебе объяснить? Это как наш папа. Девести двадцать получает, сто двадцать семь. Домой приносит, а на остальные гудит. Муж собирается на субботник, а жена злится. Впять будешь поздно и пьяный. Знаю я тебя. Три часа ночи, раздается звонок. Жена открывает. Муж пьяный. Гневно кричит. Ну, что? Накархала? Жена проснулась от стука на кухне. Входит и видит. Пьяный муж открывает дверь у холодильника и кричит. В аэропорт повезешь? И так беспрерывно. Жена снова пошла спать, приговаривая. Вот пьяный дурень холодильник за такси принял. Утром входит на кухню. Ни мужа, ни холодильника. Вот дьявол. Уехал все-таки. Пьяный привел домой незнакомую женщину. Дверь открыла жена. Муж отводит жену в сторону и шепчет ей на ухо. Скажи ей, что ты моя сестра. Мама, а что папа вчера зарплату получил? Как ты догадался? А он в ванной зеркало бреет. Трое пьяных ползут по шпалам железной дороги. Один, черт, какие ступени высокие. Второй, да, и перила низкие. Третий, ничего, ребята. Вот, смотрите, лифт идет. Лифт идет. Двое у винного отдела. Ну что, две возьмем? Или три? Наверное, три. А зачем? Ведь вчера взяли три, а одна осталась. Ну, тогда возьмем две. Продавщица девушка. Четыре бутылки водки и две и риски. Возле телефона автомата стоит пьяный мужчина и пытается набрать номер, а у него ничего не получается. Мимо проходит женщина. У пьяницы, а еще таксист. Мужчина с недоумением на лице поворачивается к ней. А почему таксист? Да у тебя шапка-то таксистская. Он поднимает руку и ощупывает фуражку у себя на голове. Да, таксистская. А была анда травая. Двое пошли в баню. В предбаннике выпили бутылку. Один, говорит, ничего не почувствовал. Наверное, разбавляет. Давай еще одну бутылку выпьем. В парилке. Прошли в парилку и внизу на скамейке распили вторую. Друг говорит, да, ты прав. Водка какая-то бракованная не берет. Давай третью разопьем на верхней полке. Там жарко. Наверное, подействует. Распили, обливаясь потом третью. И опять ничего не почувствовали. Один вспомнил, слушай, тут недалеко от бани друг у меня живет. У него есть спирт. Пойдем к нему выпьем и почувствуем. Наверняка. Приходят к другу, звонят в дверь, друг открывает. Привет, ребята, а вы что, из бани? А как ты узнал? Да вы же голые и с шайками. Мой сосед на этой неделе опять гнал самогон, говорит один житель деревни другому. С чего я ты так решил? Его кролики опять набили морду моей собаки. Что такое шампанское по-семейному? Ответ. Это когда муж пьет водку, а жена шипит. Пьяный приходит в аптеку. Скажите, у вас есть геморройные свечи? Да. А подсвечники? Из разговора двух приятелей. Прихожу на днях домой, вижу, жена лежит в кровати с каким-то мужиком. Это меня сразу насторожило. Бегу к холодильнику, открывает точно. Пол-литра нет. Не соображая и не видя ничего перед собой, идет по улице пьяный. Сходу врезается в фонарный столб, от удара отлетает, хватается за голову и, причитая, начинает кружиться на месте, снова идет вперед и снова ударяется об этот же столб. Там он тихо садится на тротуар. Подожду, когда кончится митинг. А в ресторане один официант говорит другому кивая на пьяного, заснувшего за столом. Почему ты не выбросишь этого за булдыгу на улицу? А зачем? Каждый раз, когда я его обужу, он мне оплачивает счет. Жена пришла за мужем в пивную. Он возмущен. В конце концов, это просто оскорбительно. Почему ты всегда идешь сразу сюда? Почему ты не ищешь меня, скажем, в музее? В бар входит посетитель и, указывая на мертвецки пьяного человека, говорит бармену, мне, пожалуйста, того же самого. В Петербурге на Анечковом мосту мочится пьяный. Подходит милиционер. Это что за безобразие? Немедленно прекратите. Это ж что же получается? Бароном можно, а рабочему человеку нельзя. Почему это? А вот прощи надпись. Отливал барон Клодда-то. Два пьяных туриста нашли в тайге пушку и решили выстрелить в сторону Хабаровска. Зарядили снаряд задом наперед и пальнули. Вся пушка в дребезги. Одному руки оторвало, другому ноги. Тот, которому ноги оторвало, схватился за голову и кричит. Ёлки-палки! А что сейчас в Хабаровске-то делается? Муж возвращается домой под утро и объясняет жене. Понимаешь? Сидел вчера с друзьями. Иду домой и вдруг вижу. Земля вся выше и выше. И бац мне по лбу. Так всю ночь и простоял. Выходит пьяный из ресторана, подходит к таксисту и спрашивает, у тебя в багажник ящик пива и торт. Поместятся? Да. Пьяный подходит к багажнику, открывает его и засовывает два пальца в рот. Доктор, спиртное употребляете? Пациент. Нет, только по торжественным случаям. А что вы считаете такими случаями? Когда у меня есть что выпить. Двое посетителей в баре заказывают пиво. Один из них добавляет, мне, пожалуйста, в чистой кружке. Официант приносит два пива и спрашивает, кто из вас заказывал в чистой? Милиционер останавливает машину и спрашивает у шофера, который сидит один, почему в машине два водителя? Шофер. Стоило из-за такого пустяка машину окружать? Идет собрание общества рыболовов-любителей. Выступает председатель. Приближается время зимнего лова. Сколько будем брать водки? В позапрошлом году мы брали по одной бутылке на брата, потеряли удочки. В прошлом году брали по две, потеряли автобус. Что предлагаете? Выходит один рыболов. Предлагаю в этом году взять по три бутылки, но удочки не брать и из автобуса не выходить. Возле общественного туалета стоит негр и писает. Подходит милиционер, как вам не стыдно? Не можете и в туалете этого сделать? Негр смущенный. Не, нельзя. Там белый господин вино пьет. Мужчина читает газету и видит объявление. Предлагается ореховая спальня за бутылку водки. Мужчина быстро идет в магазин, покупает бутылку водки и приходит по адресу. Дверь открывает мужик в одних трусах, абсолютно пьяный. Я по объявлению. Здесь продается ореховая спальня? Да, здесь. Проходи. Мужчина проходит в абсолютно пустую комнату, посреди которой стоит собачья будка. А где же ореховая спальня? Орех, выходи! Я твою спальню продал! Лежит мужик пьяный в грязи, мимо проходит женщина. Сама свинья, говорит мужик. Я же вам ничего не говорила. Зато подумала... Пьяный едет в автобусе и громко говорит, сейчас буду блевать. Все его уговаривают не блевать сейчас, а подождать до остановки. Хорошо. Сосчитают до сорока восьми и наблюю. Все облегчено вздохнули. Благо остановка близко. Шестью восемь Сорок восемь. Два алкаша. Ищут третьего. Идет негр. Третьим будешь? Тот не отказался. Рядом стройка. Пошли туда. К сторожу подходят и говорят, батя, дай стаканок. Нальем. Выпили. Негр опьянел. Ну, куда деваться? Взяли его под руки и потащили. Сторож смотрел, смотрел и заорал вдогонку. Ребята, стаканок попросили, я вам дал, но зачем же рубероид сперли? В очередной раз муж приходит домой пьяный. Жена спрашивает, до каких пор это будет продолжаться? Почему водку пьешь? Пью, потому что жидкая. Была б твердая хрызба. Однажды пьяный муж возвращается домой поздно. Опять нализался, возмущается жена. Ты же говорил, что сегодня придешь трезвый и будешь любить меня. Обязательно буду, только дай одну рюмку. Жена принесла рюмку, муж выпивает, задумывается. Милая, чтобы любовь была горячее, мне надо выпить еще одну рюмочку. Жена в отчаянии выбегает на балкон и кричит. Господи, есть ли в этом доме настоящие мужчины? с первого этажа голос. А что, есть выпить? Мужчина каждый вечер берет по двери рюмки коньяка по пятьдесят грамм. На вопрос бармена, почему вы не берете сразу сто грамм, он отвечает, а у меня с другом уговор. Я пью за него и за себя. Однажды вечером мужчина попросил только пятьдесят грамм. С вашим другом что-то случилось? Нет. Я бросил пить. Турист посетил озеро Лохнесс в надежде увидеть знаменитое чудовище. Когда змей обычно появляется, спросил он у гида. Обычно после пятого стакана. Новая глава. Телефонный разговор. Позовите к телефону Васю. Вася нет дома. А что ему передать? Передайте ему три рубля. Будьте любезны, попросите к телефону Рабиновича. Вам какого? Старшего или младшего? Старшего. Они оба умерли. В три часа ночи раздается телефонный звонок. Это баня? Это квартира? Кричит раздраженный хозяин. А почему голый стоишь? Ночью в три часа звонок по телефону. Заспанный голос. Алло, скажите, это телефон 229-03-71? Вы что, совсем с ума сошли? У меня вообще нет телефона. Наркоман звонит приятелю. Гоша дома? Гоша умер. Наркоман звонит опять. Извините, я не понял. Он что, за коноплей не поедет? Телефонный звонок среди ночи. Если вы сейчас же не выключите музыку, я вызову полицию. Не нравится? Переселяйтесь на другую улицу. А я вообще с другого района звоню. Новая глава, которая называется «Немного про Чукчу». Журналист берет интервью у Чукчи. Скажите в двух словах, как вы жили до Октябрьской революции? Голод и холод. А как живете теперь? Голод и холод и чувство глубокой благодарности. Заблудились двое Чукчей в тайге. Один говорит, а ну выстрели, может, кто отзовется? Второй выстрелил, никто не отзывается. Стреляй еще! Опять тишина. Стреляй! Не могу! Стрелы кончились. По реке плывет лодка. На корме сидит Чукча и курит трубку. Его жена сидит на веслах и гребет против течения. Хорошо тебе, говорит Чукча, греби себе и греби. А мне думать надо, как дальше жить. Чукча приводит сына к врачу. Доктор, сын не ест ничего, ни мяса, ни масла, ни колбасы. Почему же он не ест? Нету? Ночью совершенно голая женщина останавливает такси, садится на заднее сидение и бросает в Бескудникова. Таксист Чукча, не трогаясь с места, смотрит на нее. Ну, чего уставился? Голой бабы не видел? Чукча видел голой баба. Чукча думает, когда приедем, откуда, однако, деньги будешь доставать? Последнюю фразу повторяю еще раз. Чукча думает, когда приедем, откуда, однако, деньги будешь доставать? В пограничной засаде сидит Чукча и чутко прислушивается к звукам. Вдруг тишину ночи нарушает всплеск, плывет лодка. Чукча из засады кричит, «Стой! Говори пароля!» Но неизвестный молча продолжает грести. «Стой! Говори пароля!» опять кричит Чукча, а то моя твоя стреляет. Из темноты в ответ несется. «Да пошел ты к...» Чукча облегченно вздыхает. «Второй год служу на границе, а пароля все та же!» Чукча-часовой увидел нарушителя. «Стой! Стрелять буду!» «Стою!» «Стреляю!» Женился Чукча на русской. Спрашивают у него соседи, «Ну, как твой русский жена?» «Хороший жена! Грязный только! Каждый день умывается!» «Едут двое Чукчей в троллейбусе!» Первый спрашивает водителя, «Я доеду на этом троллейбусе до вокзала!» «Нет, не доедете!» Второй Чукча, «А я?» Каждый вечер на берег моря выходит Чукча и кричит в сторону Америки, «Нищие!» Ему говорят, «Почему нищие, когда они хорошо живут?» «Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило!» Объявление по радио на железнодорожном вокзале. Поезд Москва-Чукотка отправляется со второго пути в двенадцать часов. Специально для Чукчи повторяем, поезд Москва домой поедет по третьей и четвертой рельсе, когда на часах все стрелки станут кверху. Встречаются двое Чукчи. «Салют, козел!» «Сам салют, однако!» Сидит Чукча над обрывом и играет на своем народном инструменте. Проходит прохожий и говорит, «Твой олень упал с обрыва!» Чукча продолжает играть, «Эй, уже упало два твоих оленя!» «Опять ноль внимания!» «Смотри, с обрыва упало все стадо!» Чукча наконец отрывается от своего занятия и тихо произносит, «Однако!» «Тенденция!» Чукча предложил проститутке отдаться за соболью шкурку. Девушка, получив шкурку, обрадовалась и говорит, «Давай, Чукча, еще раз!» «Давай!» — сказал Чукча и после этого шкурку отнял. «Однако я хотел, шкурку тебе давал, ты хотел, шкурку мне давай!» У приезжего Чукча в Москве потерялась жена. Он в милицию. Дежурный спрашивает приметы пропавшей. «Приметы не терял, жена пропала!» «Ну вот, у меня жена!» объясняет милиционер. «Высокая, стройная блондинка!» «Моя маленькая, ноги кривые, волос мало! Да ну ее, давай лучше твою искать!» Приехал Чукча в Москву машину покупать. Ходит вокруг да около автомагазина, выбирает. Тут ему один мужик подвернулся и предлагает «Купи Жигули!» «Не-е-е!» «Жигули, однако, маленькая, мне большой нужен!» «Ну, купи Волгу!» «Не-е-е!» «Волга тоже, однако, маленький!» «Ну, КамАЗ тогда, что ли?» «Ну, КамАЗ, однако, можно!» «Купил и уехал!» А через некоторое время Чукча снова приехал в Москву и встретил того самого мужика. «Ну как, машина ходит?» спрашивает мужик. «КамАЗа ходит, однако, только собаки быстро устают!» У Чукчи спрашивают, что ты делаешь, когда приходишь с охоты? «Люблю жена, а потом еще люблю жена, а потом снимаю лыжи!» Новая глава называется «Так, пациенты и врачи!» «Дышите, не дышите!» Под картинкой на этой странице такая подпись. На рисунке изображен доктор спиной к читателю, якобы экран рентген-аппарата, ребра светятся сквозь него и стоит больной. Лицом к читателю видны одни плечи и голова, и подпись «Дышите, не дышите!» «В больницу привозит человека, у него обожжены уши!» «Что случилось?» спрашивает врач. «Да я гладил брюки, вдруг телефон зазвонил, я вместо трубки приложил к уху утюг». «А почему второе обожжено?» «А это когда я вызывал скорую помощь!» «К ветеринару приходит посетитель, здесь принимает скотский доктор». «Да». «А что у вас болит?» «Пациент спрашивает дерматолога, известно ли науке, почему некоторые люди лысеют?» «Причина установлена точно», — ответил врач, «Некоторые люди лысеют, потому что у них выпадают волосы и больше не растут». «Доктор, я опять жалуюсь на геморрой. Вы мне все свечи прописываете, а они так ни разу и не помогли». «Да вы их едите, что ли?» «Ну, не в задницу же запихиваю». Пришел к доктору пациент и жалуется, что у него боль между лопатками. Доктор спрашивает, курите? Нет. Пьете? Нет. А с женщинами балуетесь? Тоже нет. Так это у вас крылышки режутся. «Доктор, мой муж серьезно болен. Что делать?» «Прежде всего, нужно поставить диагноз. Разденьтесь и покажите, где у него болит». Пациент приходит к врачу. «Доктор, дайте мне таблетку от жадности». «Да побольше, побольше». Врач задумчиво смотрит на молодую женщину. Новый анекдот. «Врач задумчиво смотрит на молодую женщину. Никак не могу понять, что с вами. Или у вас сильный грипп, или вы в положении». Женщина на минуту задумалась. «Наверное, я в положении, доктор, но не могу представить, от кого я могла подхватить грипп. Нервное заболевание вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго. А я, доктор, сколько протяну я?» Пациент, придя на прием к доктору. «Доктор, помогите, меня все игнорируют. Доктор, следующий. Врач говорит больному, примите сегодня две таблетки, а завтра, если проснетесь еще две. Доктор, это верно, что у тех, кто ест морковку, хорошее зрение? Конечно. А раз вы увидели когда-нибудь кролика в очках? В поликлинике. «На что жалуетесь?» «Плохо слышу. Курите?» «Курю». «Выпиваете?» «Выпиваю, бывает». «Женщины, ну, придется вам от всего этого отказаться. Это чтобы лучше слышать?» «Ни за что». «Доктор, у меня ужасные боли. в какой области?» «В какой области?» «Черкасской». «Врач говорит пациенту». «Операция обойдется вам в пятьсот франков». «Это грабеж! Лучше я умру!» «Не советую. Вы знаете, сколько сейчас стоят похороны?» «Осмотрев пациентку, врач говорит ей, вы сможете полностью излечиться, если перестанете играть на пианино». «Когда пациентка ушла, медсестра удивленно спрашивает, а что общего между ее болезнью и пианино?» «Есть кое-что», говорит врач. «Она живет надо мной». «Мужчина приходит на прием к врачу». «Доктор, я так волнуюсь!» «Мне жена изменяет, а рога у меня почему-то не растут». «Врач, они не должны расти, это просто образное выражение». «Мужчина, спасибо, доктор, вы меня успокоили, а то я начал волноваться, может, кальция в организме не хватает». Пациент спрашивает у врача, что означает в моем диагнозе ЧЕЗ. «Черт его знает». «В гостях у судмедэксперта за столом». «Сколько лет вы мне дадите?» спрашивает его одна дама. «По цвету губ семнадцать, по изгибу бровей шестнадцать, по цвету лица двадцать, а всего пятьдесят три». Разговаривают два старых врача. «У меня был больной, который по всем прогнозам должен был умереть еще десять лет назад, а он все живет». «Да, так бывает». «Это еще раз доказывает, что когда больной действительно хочет жить, то медицина бессильна». Врач спрашивает родственников, больной перед смертью потел? «Да, очень хорошо». В медицинском институте профессор, прежде чем назвать тему лекции, я хочу вспомнить случай собственной жизни. Когда я сам был студентом, мне нравилась одна девушка. Нравилась она и моему другу. Она отдала предпочтение моему другу, и я остался с носом, а тот молодой человек без носа. тема сегодняшней лекции «Сифилис и его последствия». Больной приходит к хирургу, доктор, у меня болит живот. Кто-то смотрел пациента и говорит, давайте я вам ухо отрежу. Больной возмутился и ушел. Приходит к терапевту, доктор, у меня болит живот. Пришел к хирургу, а он мне предлагает ухо отрезать. Этим хирургам только бы резать. Я вам пропишу таблетки, и через месяц уши сами отвалятся. Когда больного положили на операционный стол и дали наркоз, последнее, что он видел, это маленькую бородку хирурга. Очнувшись после операции, он увидел, что у хирурга большая окладистая борода. Доктор, неужели так долго шла операция, что у вас выросла такая большая борода? Ты что, с ума сошел? Я же апостол Петр. Пациент приходит к хирургу. Доктор, отрежьте мне, пожалуйста, член. Да вы что, доктор, я вас очень прошу, мне очень надо. Ну, надо, так надо. После операции хирург вновь обратился к пациенту. Зачем вы это сделали? Вы такой молодой, красивый мужчина, в полном расцвете сил. У вас вся жизнь впереди, у вас могло быть столько женщин. Скажите мне, зачем? Зачем вам это было нужно? Понимаете, доктор, я женюсь на еврейке, так у них такой обычай. Так может, вам надо было сделать обрезание? А я вам как сказал? Операционная больная уже на столе спрашивает у хирурга, доктор, а после удаления аппендицита я смогу играть на скрипке? Конечно, сможете, немного подумав, ответил доктор. Честное слово, не унимался больной, честное слово. Любопытная операция, никогда на скрипке не играл, а теперь буду. Хаим пришел к доктору, помогите, я не могу удовлетворить жену. Вот вам совет, придите домой среди дня, быстро разденьтесь догола и бросайтесь на жену. Эта неожиданность возбудит вас обоих. Ну как, спрашивает доктор во время второго визита. Вы знаете, жена испугалась, но дети так смеялись. Зубной врач, вызванный по телефону, возвращается и спрашивает ассистентку. Есть еще пациенты? Да, есть один, он у вас в кабинете. Так почему же вы не готовите инструменты? Он заперся изнутри. В сумасшедшем доме один больной на обходе жалуется врачу безобразие. Ко мне в палату поселили больного, который каждую ночь воображает, что он светильник. Ну и пусть себе воображает. Да, но я не могу спать при свете. пациенту пациенту пациентов психбольницы перевозят в другой город, в другую больницу на самолете. Стюардесса выдала всем по бутылке минеральной воды, через некоторое время возвращается в салон, все кресла пустые, люк открыт, сидит только один пассажир. А где остальные? Пошли бутылки сдавать, а ты? А у моей бутылки горлышко отбита. В сумасшедшем доме больной тащит по полу за веревку зубную щетку, подходит врач. Что, с собачкой прогуливайтесь? Это щетка. Врач отошел. Псих зашел за угол и говорит, обращаясь к щетке. Ну что, Бобик, здорово мы его надули. Женщина жалуется врачу-психиатру. В последнее время муж ведет себя очень странно. Выпив кофе, он съедает фарфоровую чашечку, оставляя только ручку. Странно, говорит врач, ведь ручка это самое вкусное. В сумасшедшем доме один из больных, приставив гвоздь шляпкой к стене, бьет по острию молотком. К нему подходит другой больной. Вот и правильно тебя запрятали в сумасшедший дом. Неужели не соображаешь это гвоздь от той стены? Молодой человек объясняет врачу-психиатру, что на прием его заставили прийти родственники и только по той причине, что он предпочитает хлопчатобумажные носки и не любит синтетические. Что ж тут такого? Я тоже предпочитаю хлопчатобумажные, говорит врач. Правда, радостно восклицает пациент. Вы как предпочитаете с маслом или с майонезом? Медсестра идет мимо палаты дистрофиков и слышит душераздирающий крик «Помогите!» Зашла в палату, никого нет, только вышла опять «Помогите!» Она заходит в палату и спрашивает «Где вы?» «Да здесь, под плинтусом!» «А как вы туда попали?» «Клопы затащили!» Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторону и говорит «Знаете, ваш муж мне не нравится!» «Мне тоже, доктор, но дети его очень любят!» У одного человека заболело горло и он мог говорить только шепотом. Вспомнив, что недалеко живет знакомый врач, пошел к нему, звонит, дверь открывает жена, он спрашивает шепотом «Коля, дома!» «Коля, дома!» Она тоже шепотом «Нет!» «Заходи!» «Доктор, я все время разговариваю сам с собой, не могу ли я от этого свихнуться?» «Никто еще от этого с ума не сходил!» «Да, доктор, но вы не знаете, какой я нудный!» «Каждую ночь, доктор, мне снится один и тот же сон. Перед мной дверь с надписью, я ее толкаю, но никак не могу открыть. А что написано на двери?» «На себя!» «Пациент врачу, скажите, доктор, я буду жить, врач?» «А смысл?» «Правда ли, доктор, что женщины живут дольше мужчин?» «Во всяком случае, вдовы...» «Да». «Доктор, соседи считают меня сумасшедшим за то, что я обожаю сосиски!» «Какие глупости! Я тоже люблю сосиски!» «О, тогда пойдемте ко мне, я покажу вам свою коллекцию!» «Очередь к гинекологу» подходит мужчина и спрашивает «Кто последний?» «Ему говорят, что это очередь к гинекологу!» «Да, я знаю», отвечает он, «но это женский врач!» «Но это ведь он в спиральки вставляет!» «Да, он!» «Значит, он и снимает!» «Психиатр успокаивает пациентку!» «Вы говорите, что мимо вашего окна ездят грузовики и шоферы заглядывают в спальню!» «Это но я забыл вам сказать, что живу на шестом этаже!» «Доктор, пациент из шестой палаты чувствует себя лучше сегодня первый раз заговорил, а что он сказал, что чувствует себя ужасно!» «Доктор, поскольку вы пришли ко мне на прием впервые, мне кажется, что было бы лучше, чтобы вы рассказали мне все с самого начала!» «Конечно!» «Конечно!» «Итак, сначала Бог сотворил небо и землю, профессор спрашивает молодого акушера, как идет практика, пока неважно, говорит тот, принимал роды, мать погибла, ребенка тоже не удалось спасти, да еще выскользнули из рук щипцы прямо в висок отцу, выше голову коллега, профессор, первый блин всегда комом, вот вам адрес, примите роды вместо меня, а вечером сообщите о результатах, вечером ученик докладывает, на этот раз куда успешнее, отец жив.